Друзья мои, всем салют, это я Романович. Давненько мы с вами не вдаривали по бюджетникам, а именно по планшетам. Сейчас в руках держу новинку, которая стоит 12 тысяч рублей на распродаже 11.11. Но давайте с вами прикинем, ну там плюс тысяча, полторы, две будет стоить после распродажи 11.11. А потом еще не забывайте, что будет черная пятница. Короче, вот около 12-14 тысяч рублей крутится этот планшет. Так, здесь у нас с вами есть 4G LTE, это важно, можно вставить симку. Здесь достаточно большая диагональ, хороший дисплей, 8 с небольшим тысяч, 8800 по-моему, миллиампер час батарейка. Ну и в целом, вроде как обещают, стереозвук и 4 динамика, и достаточно должно быть интересно и весело. Короче, это бытовуха, планшет бытовуха. Ты купил, смотришь контент, может быть нет-нет сидишь в интернете, или может быть развлекаются этим планшетом ваши дети. Кстати, даже меньше 12 тысяч рублей его в данный момент можно купить. Я прямо сейчас заходил перед тем, как снимать вот это все дело, я прямо сейчас заходил, смотрел. Короче, где-то за 11.200, за 11.300, 400 он выходит, все зависит от того курса, который будет в конкретный день, когда вы смотрите этот видос. Это Blackview Tab 15, вот такой вот красавец. У них недавно выходил Tab 13, это уже выходит 15 модель. У меня не было на тесте предыдущей модели, поэтому ничего вообще абсолютно не знаю про планшеты Blackview. Впервые буду держать в руках. Давайте это все сразу снимем. Слушайте, ну антуражненько, блин. Последний раз, который у меня был планшет от китайцев, это был, дай бог бы памяти, Т-класс по-моему, да? Да, Т-класс бюджетный у меня был вот буквально этим летом. Что у нас значит здесь по цифрам? 10,51 дюйма дисплей, то есть 10,5 дюймов, можно сказать, дисплей. Full HD разрешение и IPS-очка здесь стоит. Фронталка на 8 мегапикселей, основная камера на 13 мегапикселей. 8 гигов оператива, здесь обещают, что еще вроде как и виртуалку можно задействовать. 128 гигабайт накопитель. Уникальнейший процессор Unisoc T610. Это, конечно, вообще полный аут. Т-610. С какого его ангара, хочется спросить, вытащили? Потому что в 2019 году он выходил и последний раз я его увидел на Realme C21Y. Ну и 8280 мАч. Чуть-чуть я загнул вначале батарейку. 8280 мАч. Достаточно интересно. Ну и как я вам и говорю, что 4G поддерживает. Сюда можно поставить либо сразу две симки, кстати, что уникально, да? Либо поставить флешку и симку. То есть эти 128 гигабайт, в принципе, можно варьировать и расширять. В комплекте идет он сразу вот с таким вот чехлом. Это китайцы. Они вас здесь сразу заряжают. То есть этот комплект, ну точнее этот чехол не надо отдельно заказывать. Это сразу идет в комплекте. Можно отдельно оформить клавиатурку. Ну не знаю, нужна ли она вам, не нужна. Блин, планшет достаточно не сильно производительный. И что-то из него колхозить компьютер. Ну я лично смысла вообще никакого не вижу. Здесь у нас повторяются абсолютно все те же самые цифры. Ну и вот, собственно говоря, так он выглядит. Цвета приятные. Кстати, на выбор дохера цветов. Ну относительно, да, для китайских таких девайсов. В руке. Слушайте, прям приятно лежит. Металл холодит руку. Блин, это хорошо. Классно, что это не пластик. Это полноценный металл. И по сборочке. Давайте сразу послушаем. Не, подожди. Надо походу снять эту пленку. Ага. Почти я снял с этим. Слушайте, ну практически не хрустит. Что-то есть едва ли. Потому что последний планшет, я вам говорю, бюджетный у меня был. Тоже в пределах 10 тысяч рублей. Там 12 это был Т-класс. И это, конечно, был ужас. Он прям люфтил конкретно. Вот, то есть достаточно просто было в руку взять. И вот так вот, чуть-чуть ему на заднюю крышку надавить. Там такие хрусты, блядь, колено были. Здесь достаточно неплохо. Зарядочку здесь нам с вами дали на 18 ватт. Что, в принципе, тоже нормально. Через Type-C-шник все это дело заряжается. Ну, собственно говоря, на этом комплект и заканчивается. Чуть меньше недели безудержного веселья с этим планшетом. И я уже выхожу к вам, чтобы рассказать все нюансы, все подводные камни. Давайте начнем с самого главного. От которого момента я подохерел. Это, мягко говоря, прям вот... Говорю, как есть на самом деле. Это отсутствие гироскопа. Смотрим, да? Ориентация не заблокирована. Все здесь хорошо. А что надо сделать? Выдерживаем паузу. Переворачивается. Паузу. Переворачивается. Сколько это? Секунд? 5 где-то примерно. Даже, наверное... Да нет, секунд 10, походу. 2022 год на дворе. Слушайте, у меня у китайцев вот один вопрос к китайцам возникает. Дефицит гироскопов, что ли, сейчас на складах? Вместе с полупроводниками пропали? Ну, типа, в чем прикол? Ну, планшеты есть дешевые. От Lenovo. Стоит меньше сейчас, в данный момент, на распродаже 11.11, меньше, чем 10 тысяч рублей. Там стоит гироскоп. Я специально зашел, посмотрел. Потому что планшеты бывают редко. И я аж в какой-то момент задумался, типа, а может быть гироскоп отсутствует, потому что это какая-то такая прерогатива более дорогого ценового сегмента. Ни хера подобного. Планшет меньше 10 тысяч рублей от Lenovo. Вот он, 2022 года. Там стоит гироскоп, и все должно быть прекрасно. Здесь, насколько я понимаю, непосредственно на эту работу влияет гироскоп. Как он в итоге переворачивается и понимает ориентацию, черт его знает, по какому-то компасу. Почему он еще там переворачивается? Но все-таки нельзя сказать, что настолько все глухо, что он не перевернется. И вот давайте представим один день из вашей жизни. Вы заходите в YouTube, пользуетесь планшетом по стандарту. Ну да, зачастую все пользуются, получается, альбомной ориентацией. Вот вы там листаете, зашли в YouTube, листаете. Выбрали какой-то, к примеру, вот этот вот видос. То есть пока он кашляет, у вас есть как раз-таки время. Давайте посмотрим, успеет он перевернуться или нет. Да. Да, да, это 10 секунд ожидания, и вы будете вечно вот с этим бороться. Понятно, что первое время вас переполняют эмоции, вы готовы расхерачить его вот сюда вот прям в лицевуху. Потом со временем привыкаете. То есть сейчас я уже так не готов бомбить на это. По сути, ты уже понимаешь, что тебе надо ждать. У тебя есть время там передохнуть, когда ты пока ждешь, что он наконец-таки сообразит. Но в целом, блин, для 2022 года это, конечно, просто... Пиздец. Был у меня Т-класс бюджетный летом. Вообще таких проблем не помню. Вообще реально таких проблем не припомню. Отпишитесь, владельцы Blackview таба 13-го. Очень, кстати, этот планшет хорошо продавался в свое время. Много его раскупали. Вы дайте мне знать, там тоже такие проблемы? Или у меня какой-то особенный таб 15-й? Но имейте в виду, что вам придется бороться с этим злом, а точнее примкнуть к нему, потому что бороться с ним невозможно. Что касается дисплея. Слушайте, он мне понравился. Вот здесь никаких претензий не могу сказать. Я ожидал, честно говоря, от IPS-ки картинки гораздо хуже. Здесь, во-первых, неплохая насыщенность цветов. Здесь есть контрастность. Здесь достаточно неплохая яркость. Опять же, если мы говорим про IPS-ки, они зачастую обычно на бюджетных устройствах не хватает им яркости. Здесь она без запаса, так скажем. Скорее всего, как я, например, любитель яркости, если вы такой же будете пользоваться плюс-минус на максималке. Это понятно. Но на максималке тебе ее хватает. Мультитач. Вот эта приложуха пишет, что здесь максимально поддерживается 5 касаний. Давайте проверим. Вот здесь вот прямо в углу можете наблюдать. Так, 4. Пятое. Вот видите? Опять же, когда ты пятерню представляешь, то не хватает вот этого одного касания. Потом делаешь таб, и уже 5 появляется. Заходим в другую приложуху, которая более нам известна. Мультитач она, по-моему, прям так и называется. Да, мультитач-тестер. Здесь нам пишется, что якобы поддерживается 10 касаний. Но 10 касаний здесь на самом деле чуть-чуть мнимые. Сейчас я вот таким образом поставлю, чтобы вам было видно. Ну, то есть, смотрите. Опять же, ставим мы пятерню. Он определяет их как 4. Пытаемся надыбать 5. Дальше палец. 6, 7. И с ума сходит. Видите? На 6 он сходит с ума. Точнее, 6 есть. На 7 он сходит с ума. То есть, 8, дальше вот это вот все 9, 10, это все борода. Но потом в итоге пишет 10. Unisoc T610. Здесь много было вопросов к этому процессору. Я вам говорил, что последний раз его устанавливали Realme в бюджетку. И уже давно не используют другие смартфоны. Вот я сейчас задумался. Может быть, Samsung самый дешевый в этом году я на каком-то Unisoc тестил. И то там, по-моему, было побольше цифр, чем 610. Но, на удивление, работает максимально шустро. Слушайте. Даже вот если мы зайдем там в гугловскую ленту эту посмотрим. Прям вот вообще реально на спокухе. То есть, серфинг на этом планшете реально с кайфом. То, что сейчас чуть-чуть здесь не подгружается. Здесь не заморачивайтесь. Здесь так работает сейчас в данный момент вот эта вот гугловская лента. С этими всеми возможными ограничениями. Там на картинке. На ютубе картинки не все отображаются. То есть, здесь вообще разговор как раз-таки ни разу не про то, что он не подгружает. Скорость вы сами видите. Что как это быстро работает. Картинки отображаются не из-за планшета. То есть, брать его для того, чтобы сидеть спокойно в каких-либо там месседжерах. Где-то там в социальных сетях. На ютубчике. Какие-то сайты открывать. Можно спокойно. Он с этой задачей прям справится реально с лихвой. Что касается игр. Многие же тоже рассматривают планшет как может быть еще и там игровое устройство. Если вот так вот все пойдет. Здесь Юнисок Т610 в принципе себя неплохо показывает. Вот в базисе игр. То есть, Call of Duty здесь пойдут на максимально высоких настройках, которые доступны в игрушке для этого девайса. И вообще спокойно залетаете и в королевскую битву. И в сетевую игру. И без проблем катка 15-20 минут у меня была. Вот прям вообще на лиху. Что касается Гершина. Вот здесь вот есть определенные вопросы. На низких настройках он 100% пойдет. То есть, вот прям поедет, но кайфа не будет играть. В том-то и дело, что 60 FPS все-таки даже на низких настройках гораздо приятнее играть. А 60 FPS уже здесь Genshin на этом процессоре не потянет. И отсюда получается, что эту игрушку надо выпиливать из списка. Но я думаю, в принципе, изначально, если вы рассматриваете себе планшет в пределах там 12-14 тысяч рублей, очевидно, что Genshin из этого списка 100% выпадает. У Blackview, по крайней мере, у планшетов есть собственная теперь система DockOS. На самом деле она сильно дико похожа на голый Android, но есть какие-то свои небольшие украшательства. Подать заявление. Бля, через госуслуги. Кстати, давайте подадим заявление. Посмотрим, что из себя представляет Aurora. Ну, слушайте. Ну, стандартный колхоз от третьего эшелона. Кстати, пока я вспомнил по поводу сборки. Помните в начале видоса, когда я только распаковал, я такой, типа, ну шикарный китайец. Третий эшелон, наконец-таки, научился проклеивать. Все собирает как надо. Слушайте, не так все очевидно после трех дней использования. Ну, то есть, вот эти вот, я не знаю, если вам сейчас слышно было. О, да, слышно 100%. Вот эти вот странные звуки, которые с ним происходят, когда ты его берешь в руку. И если ты чуть-чуть вот так вот, знаете, впился в него. Или вот там, например, резко его раз, поднял. Странное есть похрустывание, поскрипывание. Да, это не то, что было у Т-класта, который вот рассматривали летом, бюджетный планшет. Но надо понимать, что все-таки третий эшелончик еще в суставах похрустывает. Здесь есть еще одна интересная фишка. Называется ПК-мод. Возможно, в предыдущих версиях этого планшета у меня их просто не было. Она тоже присутствовала. Короче, история такая, что мы его врубаем. У нас здесь спрашивается, что нажмите Enter, чтобы перейти. Готовы ли вы перейти? Ну и, собственно говоря, из планшета у вас получается ПК. Опять же, если его оформить вот в этот вот чехол. Поставить. Да, чехол, кстати, выполняет вот здесь вот важную функцию. Ну, собственно говоря, как во всех планшетах. Вот так вот. Подключаем сюда клавиатуру. Подключаем сюда мышку. Ну и, собственно говоря, погнали. Пару слов о GPS. Многие себе рассматривают такого рода устройство, как там для работы в такси. Или просто себе в тачку поставить что-то с большим экраном. Можно там попутно едешь и смотришь, может быть, тот же самый YouTube или какие-то фильмы. И здесь у тебя точно так же работает навигатор. Можно ли его использовать? На самом деле, в принципе, неплохо себя показал. То есть, около 20 спутников в использовании он спокойно цепляет. В поле зрения у него находятся около 30 спутников. Если мы с вами берем просто вот последний девайс, который я тестировал на GPS. Это был неубиваемый смартфон Ulefone Armor 14 Pro. Там было 50 спутников в поле зрения. И точно так же примерно около 20 спутников в использовании. То есть, особой сильной разницы нет. Но есть большая разность в точности. Здесь у нас точность это 9-10 метров. И это очень серьезные цифры, чтобы вы понимали. Там же была точность до 1 метра. Поэтому, в целом, да, можно его использовать, наверное, как навигатор. Но где-то он 100% вас должен подвезти. Особенно вот эти вот вещи по дворам, когда ты ездишь. Где-то в плотной населенной местности. Мне кажется, все-таки такая точность непозволительна. И отсюда сказать, что это идеальное устройство для такого рода использования. Ну, такое себе. Звук. Большая ставка здесь была от Blackview. 4 динамика, Dolby Atmos. И вообще, вот должно вас погрузить максимально. Забегая вперед, я подохерел. Короче, классный здесь звук. Прям вот есть объемчик этот самый. Достаточно чисто играет. Громко. То есть, я порой даже, особенно когда я играл в World War Heroes. Ну, то есть, вот это вот военный симулятор. Там, блядь, такие взрывы происходили, что порой я прям убавлял даже наполовину. Настолько объемно звучит. Здесь классно. Слушайте, это, наверное, на моей памяти. Первый китайца. Я в свое время много протестировал планшетов. Это последнее время они не выходят на канале. Потому что уже как бы особо интереса у людей к ним нет. Но вот до этого тестировал много планшетов. И понимаю, что это для китайцев вот такого уровня. Там, третьего уровня, третьего эшелона. Это прогресс. Слушайте, красавцы. Их мобилы, вот этих третьих эшелончиков, даже близко так не звучат. Здесь вот прям... Ну и пара слов по поводу автономности. 8 280 мАч. На бумаге звучит, ну, прям превосходно. На деле мы с вами имеем, значит, какой опыт использования. 4 часа. Ну, 4-5 часов вечером активного экрана. То есть, здесь могут быть какие-то там не игры. Сразу важно заметить. Просто там вот там мессенджеры, может быть. Там социальные сети какие-то. Параллельно YouTube смотрите. Ну, где-то вот так вот. 4-5 часов. И следующий вечер точно так же. 4-5 часов. Все, в принципе, планшет закончился. Если вы хотите засадить его просто за день. Вам достаточно всего лишь 10 часов активного экранного времени. Ну, вот просто включили YouTube. И 10 часов оттуда не вылазите. Мы добрались этой камеры. Тестим, как ни странно, основную. Вы сейчас скажете, ну, ты ебу дал. Ну, ты же на фронталку снимаешь. Да, действительно так и есть. Но она в планшете, в отличие от телефона, является основной. Потому что, на самом деле, в планшете основная камера, которая находится на спинке, она, по сути, ты и нахер не уперлась. Потому что, ну, что ты будешь на нее снимать? У тебя есть для фотографий телефон зачастую, который гораздо лучше будет 100% снимать. Поэтому основная камера у планшета, она идет, по сути, нахер. Ее можно спокойно выпиливать из планшетов и делать фронталку лучшего качества. Вот, что я вам, китайцы, предлагаю. Здесь всего лишь HD-шка. Да, фронталка всего лишь HD-шка. Послушайте, что по звуку, как он записывает. Но даже здесь, на дисплее планшета, я понимаю, что картинка, ну, просто дрянь. Ну, просто мразь какая-то. В целом, что имеем? Неплохой аппарат в пределах 11-12 тысяч рублей. Именно столько он сейчас стоит на Алиэкспресс в момент распродажи 11.11. Честно, не зная, сколько он будет стоить в тот момент, когда уже вы смотрите этот видос и закончилась, например, распродажа 11.11, может быть, это 13-14 тысяч рублей. Но тогда здесь у меня уже возникают большие вопросы. Но тут же на эти вопросы приходит ответ. Типа, чувак, а где ты найдешь планшет? Ну, типа, ну, сейчас скажи мне, какой планшет ты возьмешь? Хороший такой весь, красивый. Чтобы там вставлялась симка и было хотя бы там не хуже качество картинки. И я тут же задумываюсь, потому что, да, действительно, есть планшеты от Lenovo. Классно, там, пускай они выходят для местного, там, локального рынка китайского. Его потом там прошивают на глобальную прошивку. Это ничего страшного. Но там нету симки, он не вставляется. Да, там 2К разрешение. Блин, красавцы, что вам еще сказать. 2К разрешение, там, может, и звук еще интересней. И картинка будет лучше, и производительность там лучше. Там Snap 680 минимум стоит за 10 тысяч рублей в планшете. Но там нет симки, и вот в чем прикол. Поэтому, если вам нужно быть автономным, в отрыве от Wi-Fi, то у вас на самом деле много выбора нет. Все вот эти вот Т-класты, Blackview, AldoCube, по-моему. Это вот все ваши братья, это вот все ваши кенты, это вся ваша вот банда, с которой вам придется вариться. Потому что именно они вставляют симку. И стоят примерно, ну, плюс-минус одинаково. Что-то вот там в пределах 13-14 тысяч рублей можно найти. И вот среди вот этих вот всех уже, я бы сказал, что, наверное, ТАП-15 является, ну, прям, да, чуть ли не флагманом. Да, есть минусы, которые я вам сегодня озвучил. Не хватает яркости. Хотелось бы, наверное, чуть больше производительности. Хотя, в целом, ты как бы не ощущаешь никаких проблем. Хотелось бы, чтобы не было вот этих проблем, блядь, с переворачиваемым. Ну, а так, в целом, наверное, блин, 11-12 это классно. 13-14. Ну, надо что-то думать и решать. Может, ну, и вон нахер эта симка. То есть, вот этот момент. Подумайте. Все ссылки будут в описании под роликом. Ознакомьтесь с актуальной ценой, потому что каждый день меняется курс доллара. И все может меняться. Не забывайте писать ваши комментарии. Крайне интересно будет почитать. Вот прям спуститесь и дайте знать, нужна вам симка или нет. И что бы вы посоветовали, может быть, и симка есть какие-то интересные варианты. У нас, я точно знаю, в наших магазинах сейчас пойдешь, там мусора можно нормально так собрать. Вот эти вот DIGMA, DEXP, BQ какие-нибудь, там они точно что-то делают. И с симками даже. Но это будет гораздо хуже, чем вот это вот сейчас вы купите на Алиэкспресс. Ну, а на Алиэкспресс, блин, требуется ваша помощь. Дайте знать, может, я какой-то крутой вариант с симкой упустил. Ну, а так стоит, наверное, обращать внимание на Lenovo. Очень классный у них вариант. Ну, там, блин, глобальная прошивка. Вот это вот все тоже есть свои нюансы. Короче, давайте подискутируем в комментариях. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал и ставьте на колокольчик. Еще увидимся. Ничего себе, блядь, новое, новый финал. Все, давайте, красавцы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok